Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Я наработаю с Министерством потребительского рынка Московской области. В округе продолжают мониторить наличие товаров первой необходимости и цены на них. Конечно, перед нами стали вызовы именно такие, каким образом обеспечить непрерывность производства. Как промышленная сфера выстраивает свою работу в связи с введенными санкциями, смотрите в выпуске. Хороший спецколлектив, замечательные ученики, лучший директор. Состоялось первое заседание попечительского совета школы «Флагмана». Кто в составе совета и какие цели поставлены, расскажем в ближайшее время. Обыватели как минимум 2-3 раза в неделю. Не менее того, профессионалы занимаются до 5 раз в неделю. Сергей Агаджанян провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной за отчетный период работы. На встречу побывала и наша съемочная группа. 1900 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. За отчетный период возбуждено 25 уголовных дел. 20 преступлений стражам порядка удалось раскрыть по горячим следам. Обильный снегопад спровоцировал большое количество ДТП. На территории обслуживания ведомства произошло 229 аварий. Есть погибшие. Поселок Октябрьский, ДТП на 23-м километре Новорязанской шоссе, где перевернулась газель. У нас там есть погибшие, пострадавшие, которые там находились. То есть данный водитель задержан, возбуждено уголовное дело, арестован. По сигналу тревоги люберецкие спасатели выезжали 47 раз. Три вызова было связано с пожарами. На территории городского округа Люберцы зафиксировано два происшествия. Оба без пострадавших. 30 марта в 17 часов 28 минут загорание цельнометаллической строительной битовки по адресу поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом 1. По прибытию пожарных автомобилей было загорание цельнометаллической битовки на площади 12 квадратных метров без пострадавших. Безаварийно работала на прошлой неделе система ЖКХ. В плановом режиме продолжается замена лифтов в многоквартирных домах. В этом году в программу капитального ремонта попало 12 МКД. В них обновят 37 единиц оборудования. На данный момент в работе находятся 5 лифтов. В многоквартирных домах, которые находятся в обслуживании управляющей компанией ЛГЖТ, 3 лифта и управляющей компанией СССР, 2 лифта. Уже выполнен один лифт. В проделанной работе отчитались сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства, а также представители экстренных служб и здравоохранения. В конце встречи участники совещания ознакомились со спортивными успехами люберчан. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся муниципальный форум «Управдом». Участники встречи обсудили ряд вопросов, среди которых перерасчет за отопительный период 2021 года, капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустройство. Подробнее в нашем сюжете. Самый острый вопрос – коммунальные платежки. Отопительный период увеличился почти на месяц. Это повлияло на цифру до начислений в квитанциях за отопление. Чтобы снизить финансовую нагрузку на жителей округа, предусмотрена рассрочка на 12 месяцев. Также в квитанции за март, которую мы с вами получили, произведено изменение ежемесячной платы. Там перерасчет за январь и февраль. Эта сумма, которую вы увидели сейчас в квитанции, она не будет у вас еще на протяжении 11 месяцев. В квитанциях с апреля 2022 по февраль 2023 примерная сумма до начисления будет 1 треть от той, которая и сейчас в квитанции в столбце номер 8. В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» с 2017 года в округе отремонтировано почти 4 тысячи подъездов. На 2022 год запланирован ремонт 149. Завершение работ намечено до 1 сентября. Генеральный подрядчик по выполнению капитального ремонта – компания ЛГЖТ. Также ежегодно проводится у нас конкурс на лучший подъезд. Для участия в конкурсе 2022 года собственникам необходимо провести общие собрания, на котором будут утверждены работы по ремонту подъездов, а также утвердить художественное оформление подъездов, квартирного дома и обратиться в свою управляющую компанию. Ежегодно в Подмосковье проводится месячник благоустройства. Его цель – привести округ в порядок после зимы. Он стартовал 1 апреля парадом коммунальной техники, а закончится 30 апреля посадкой деревьев в рамках акции «Лес Победы». В рамках месячника благоустройства проводится комплекс мероприятий с такими видами работ, как ремонт и покраска ограждений, фасады от заколей зданий, опиловка деревьев, спил сухостоя, ремонт асфальтового покрытия, тротуаров и проездов, подметание и уборка смета и, конечно же, мусора. На 16 апреля запланирован общеобластной субботник. Уборка территории будет сопровождаться праздничной программой. Начало в 10.00. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Глава округа проверил благоустройство двора, домов 92 и 94 на улице Карла Маркса в поселке Красково. Владимир Ружицкий принял во внимание все пожелания жителей многоэтажек. Тему продолжат мои коллеги. Вопросы есть, конечно. Вопросы по дороге, вопросы по лесу. Это у нас единственный островок. Если у нас лишат этого леса... А кто это в вашем леса? Застраиваются, там гулять нет. То с колясками, со стариков, домами, частными. Двор на улице Карла Маркса считается одним из самых благоустроенных дворов Люберецкого округа. Сюда приходят играть дети из соседних микрорайонов. Но у местных жителей остаются пожелания. Вернуть качели, установить спортивную коробку, оградить зеленую зону. Зеленая зона площадки детской – это один из элементов детской площадки. Я два года занималась тем, чтобы наша площадка вошла в реконструкцию. Ходила на совещания, на все и прочее. Машин, конечно, здесь очень много, постоянно. То есть из-за этого, соответственно, даже снегоуборочные машины, которые приезжают, они не могут подъехать к домам, чтобы нормально убрать. На территории городского округа почти 700 дворовых территорий. Из них поселки Красково – 104. Здесь под руководством управляющей компании «Содействие» трудится 109 дворников. Этого в целом вполне хватает. Конечно, есть определенные сложности, когда идет обильный снегопад. На ежедневной основе это, как нам рекомендует ГУСТ, это очистка в первую очередь тротуаров, входных групп, социально значимых объектов. С таянием снега обнаруживается много мусора. В связи с этим проводятся коллективные уборки территорий. Ближайший муниципальный субботник состоится 9 апреля. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В России действует программа поддержки молодых семей. При покупке квартиры или дома можно получить субсидию 30-35% от стоимости жилья. Как оформить заявку на участие в программе, смотрите в нашем сюжете. Светлана и Евгения Усачева вместе уже 8 лет. Познакомились в социальных сетях. После первого свидания поняли, что созданы друг для друга. И через пару месяцев сыграли свадьбу. У нас роспись была 23 января, а как бы наш лев, наследник родился 23 октября, получается, ровно, тютелька в тютельку, через 9 месяцев после бракосочетания. Семья переехала в Люберецкий округ 7 лет назад. Сначала жили у родственников, затем на съемных квартирах. Приобрести свое жилье получилось благодаря господдержке. Где-то 2 года назад, получается, узнали про систему «Молодая семья». Случайно в интернете увидели в разных источниках, ну, чего не попробовать. Узнали вообще, что это, что нужно по документам, начали собирать. Через почти год уже у нас получилось все собрать. Светлана и Евгений подали документы в администрацию округа весной прошлого года. Уже 10 января получили сертификат, а в феврале праздновали новоселье. В «Молодой семье» двое детей, поэтому субсидия составила 35% от расчетной стоимости квартиры. Семьи без детей могут рассчитывать на компенсацию 30%. Благодаря сертификату, вот у нас полностью получилось без личных средств. У нас вот как бы сертификат покрыло, нам только стараться теперь погашать платеж. Не нужно 5 лет собирать, как мы считали. Первоначальный взнос, чтобы хотя бы начать платить не кому-то за чужую квартиру, а за свою. Программа позволяет улучшить жилищные условия. Площадь новой квартиры должна быть больше 10 квадратных метров на одного человека. Появился телевизор, две кровати, шкаф, два шкафа и стол еще, и турник, спортивный уголок. Много игрушек больше стало. Чаще всего гости ко мне приходят, могут чаще всего играть. Многие боятся, думают, что не получится. Не хотят суетиться, думают, что это долго, собирать документы и все остальное делать. Это на самом деле не долго, а просто немножко уверенности в себе, желания. И тот, кто не сидит на месте, тот чего-то добивается. Принять участие в программе могут зарегистрированные супруги и неполные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Возраст заявителей до 35 лет. Более подробную информацию можно получить в отделе жилищных программ администрации городского округа Люберцы. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В магазинах городского округа Люберцы продолжается мониторинг цен и наличие товаров первой необходимости. На этот раз проверка прошла в сетевом супермаркете на третьем почтовом отделении. К рейду присоединилась и наша съемочная группа. То, что хотела, я начала. Ассортимент, конечно, большой, всего много, постоянно у них здесь завозят все. Пустых полок действительно нет. И молочной, и мясной, и рыбной продукции вдоволь. И даже ажиотажного сахара несколько видов – от 74 рублей за килограмм. Но в отличие от предыдущего месяца, очереди желающих купить его уже нет. Проблем с логистикой у нас нет. Все хорошо. У нас каждый день поставка идет. Крупы все есть. И гречка, и рис, и любой. Пожалуйста, берите на любой вкус. С чем-нибудь даже. Широкий ассортимент – это хорошо. Но самая главная – цена. В этом супермаркете подскочила стоимость макаронных изделий, крупы и средств личной гигиены. Затем, чтобы ценники не продолжали расти дальше, следит руководство городского округа. Мы работаем с Министерством потребительского рынка Московской области, где мы отдаем туда информацию. И если есть какие-то малейшие недостатки чего-либо, либо цены идут, все это дело мониторится. Отрабатываем с сетевыми магазинами. И я думаю, что эта тема регулируема. Сообщать о завышенных ценах на продовольственные товары или отсутствии продукции первой необходимости могут и жители Люберец. Как и прежде, основные площадки, соцсети, почта главы городского округа и портал Добродел. Луиза Игеазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Российские предприятия продолжают работать, несмотря на санкционный режим, введенный против страны. Компании, которые находятся на территории городского округа Люберцы, не исключение. Чтобы узнать, как промышленная сфера справляется с новыми вызовами, наша съемочная группа посетила технопарк «Лидер». В прошлом году компания, производящая высокотехнологичное медицинское оборудование, побила собственный рекорд по объему выпущенной продукции. Из-за большого спроса на компьютерные томографы пришлось перестроить работу предприятия. Сотрудники трудились не по 8, а по 12 часов в сутки, чтобы обеспечить больницы техникой, необходимой для борьбы с COVID-19. В этом году темпы не снизились. Напротив, идут сопережения прошлогодних результатов. И это несмотря на беспрецедентные санкции. Конечно, перед нами стали вызовы именно такие, каким образом обеспечить непрерывность производства и сохранить такую востребованную продукцию, чтобы она продолжала поставляться на наш рынок. Ну и не только наш, мы начинаем работать на экспорт. Слава Богу, гуманитарные вопросы остаются за пределами санкционных режимов. Мы очень рассчитываем, что это таким образом и сохранится. Но трудности все-таки есть. Поставка зарубежных комплектующих, проблемы с банками и логистикой. С большинством партнеров удалось сохранить отношения и найти пути для дальнейшего сотрудничества. На данный момент решается вопрос о производстве всех необходимых компонентов на территории России. Ранее они стремились максимально отработать целый ряд позиций, чтобы минимизировать поставки из-за рубежа. Кое-что удалось. И сегодня специалисты дальше в этом направлении двигаются. Сегодня они рассчитывают на целый ряд позиций, где они будут как-то по операции решать с Китаем. Но это требует времени. По оценкам специалистов, чтобы полностью выйти на собственное производство, понадобится до двух лет. Это станет еще одним важным этапом развития в истории ведущей российской компании. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Игровые программы, вкусные сюрпризы и большой ассортимент детской одежды, обуви и аксессуаров по выгодным ценам. Все это вы можете найти в торговом комплексе «Текстиль профи» в поселке Октябрьский. Подробнее в нашем сюжете. С 1 апреля в одном из крупнейших торговых центров текстильной продукции округа стартовала акция «Лучшие детям». Более 20 магазинов товаров для детей приняло в ней участие. В наших магазинах «Текстиль профи», где представлены лучшие детские товары, будут скидки до 50%. Кроме этого в комплексе пройдут различные мастер-классы, которые в принципе работают и так у нас на постоянной основе. Но здесь будут открытые бесплатные уроки, будет много музыки, веселья, хорошего настроения. Юных покупателей встречают их любимые герои из мультфильмов, с которыми можно сделать фото на память. Так обычный поход в магазин превращается в настоящий праздник. Мне больше всего понравилась сахарная вата. Покупали не один раз одежду зимнюю, весеннюю, обувь. Ну, мерить было просто скучно, но понравилось по виду. В магазинах представлены современная одежда и аксессуары для детей всех возрастов. Разобраться во всем ассортименте помогут чуткие и внимательные сотрудники торгового комплекса. Они подберут товар даже для самых требовательных покупателей. У нас магазин детско-подростковый. Мы любим подростков, сами дети у нас подростки, поэтому и завозим больше подростковую одежду. Сейчас у нас пришли брюки, которые называются чиносы. Они универсальные тем, что можно ходить в школу под рубашку и спортивные кроссовки и футболки. Также здесь представлен большой выбор постельного белья. Яркие, разнообразные цвета, изображения полюбившихся сказочных персонажей. Натуральные ткани не оставят равнодушными не только детей, но и их родителей. Текстиля, постельного белья, подушки, одеяла, одежды. Нашего российского, наших партнеров-белорусов продолжают работать. Работают очень активно. Товар доступный, доступный по цене в первую очередь и по высокому качеству. Акция «Лучшие детям» продлится до 14 апреля. Подробнее ознакомиться с магазинами участниками акции и с расписанием мероприятий можно на официальном сайте торгового комплекса. Текстиль-профи работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Здесь представлено более 180 магазинов, где и дети, и взрослые смогут найти качественный товар по разумным ценам. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. С 1 сентября 2021 года стартовал губернаторский проект «Флагманские школы Подмосковья». К ним относятся самые сильные учебные заведения муниципалитетов. В Люберцах это гимназия номер 16. Сейчас ее директором Ириной Снегиревой был сформирован попечительский совет. Тему продолжит Дмитрий Гринчев. В соответствии с положением о попечительском совете основной его целью является содействие функционированию и развитию гимназии и привлечению вне бюджетных средств для развития гимназии. В совет вошли 7 человек. Это депутат местного отделения партии «Единая Россия» Александр Мурашкин, генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Люберецкого округа Владимир Русаков, генеральный директор «Любдора» Сергей Непомнящий и генеральный директор компании «Легалтехнологии» Илья Аглицкий. Председателем совета единогласно избран Владимир Ружицкий, а его заместителем Ольга Пелехатая, генеральный директор «Асептики». Хороший педколлектив, замечательные ученики, лучший директор, вот Ирина Валерьевна. Она была бы еще лучше, чтобы были бы деньги. Потому что целый ряд вопросов можно решать и раза проще, и легче. Поэтому наша задача как-то думать, искать деньги. Помимо обсуждения финансовой помощи, предприниматели округа пригласили школьников к себе на предприятие. Такие экскурсии помогают в профориентировании. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберецкий филиал Московского областного медицинского колледжа готовится к встрече с новыми студентами. 15 апреля в учебном заведении пройдет день открытых дверей. Перед визитом абитуриентов в колледж заглянули мы. На всякий случай мы подготавливаем нашатырный спирт, если вдруг пациенту станет плохо. Студент второго курса Артемий Марков проводит мастер-класс по внутривенному ведению лекарства. Показывает свои умения на тренировочной руке. Несмотря на то, что перед ним не настоящий пациент, а всего лишь макет, будущий медик относится к делу со всей ответственностью. Находим вену, фиксируем ее пальцем. Входим. Я с самого детства мечтал стать врачом. И я считаю, это идеальная профессия для тех людей, кто хотят помогать людям, спасать человеческие жизни. И довольно-таки интересная на самом деле профессия, потому что ты очень многого узнаешь о строении даже своего внутреннего организма. А в соседней аудитории студенты в белых халатах отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации. Осваивать практическую часть также помогают специальные муляжи. Каждое действие под присмотром преподавателя для дальнейшей работы над ошибками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Путевку в профессиональную жизнь в Люберецком медколледже получают более 600 парней и девушек. Это будущие фельдшеры, медсестры и фармацевты. Во время обучения студенты проходят практику в больницах, поликлиниках и аптеках. Весь комплекс знаний, полученный в колледже, дает один результат. Из этих стен выходят квалифицированные специалисты. Можно даже далеко не ходить, потому что если вы посмотрите в окошко, то вы увидите нашу Люберецкую подстанцию скорой медицинской помощи, где трудятся наши выпускники. Мы со многими на связи, причем мы обмениваемся теперь уже профессионально. То есть они мне присылают новые документы, они делятся, что вот у нас был такой случай. Уже через несколько месяцев в колледж выпустят еще 125 медицинских работников. А для новых студентов открыто более 100 бюджетных мест. В этом году появится вечерняя форма обучения для выпускников 11 классов по специальности «Сестринское дело». «Сестринское дело» на базе 9 класса у нас очень большой конкурс, 5-6 человек на место. Также лечебное дело тоже немножко меньше, ну где-то 3-4 человека. Фармация, она вообще сейчас востребована в наше время, потому что очень много аптек, соответственно специалистов нужно выпускать много. Там немножко меньше конкурс, тоже где-то 3-4 человека на место. Но тем не менее, конкурс везде большой. Узнать все подробнее можно на дне открытых дверей 15 апреля в 15.00. Потенциальным студентам-медикам расскажут о специальностях, порядке приема и условиях обучения. Также для абитуриентов проведут экскурсию по колледжу, который в ближайшие 4 года станет для них вторым домом. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На площади перед Центральным домом культуры городского округа Люберцы состоялась акция «Будь здоров». Студенты Люберецкого медицинского колледжа провели зарядку для сотрудников областной больницы, Центра культуры и Краеведческого музея. Подробнее в нашем сюжете. После синего сна вновь проснулась весна. Позади в холода нет погода. И с приходом тепла снова манит она нас к себе, не дотрогла природа. 7 апреля во всем мире отмечается День здоровья. В честь праздника под авторское исполнение песни Константина Шевченко «Весна» 40 первокурсников медицинского колледжа провели флешмоб-зарядку на открытом воздухе. Готовимся к весне, заряжаемся энергией. Я считаю, что медицина это вообще помощь. Врач должен помогать людям. И я люблю помогать, почему нет. Это же добро. Всероссийская акция «Будь здоров» организована общественным движением «Волонтеры-медики». Студенты помогают в медицинских организациях, обучают правилам первой помощи, содействуют развитию донорства крови и костного мозга. В период пандемии наши студенты помогали в процессе вакцинации, встречали больных, заполняли медицинские анкеты, регистрировали их и, соответственно, уже провожали до кабинета вакцинироваться. Также волонтеры поддерживают всероссийскую акцию «Добро в село» и готовятся помогать на фетшерско-акушерских пунктах. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах живет герой Советского Союза Николай Бездетнов. Он мечтал посвятить свою жизнь спасению людей, но судьба преподнесла другой подарок – испытывать новые летательные аппараты. Ему покорились более 10 типов вертолетов, в том числе и легендарная черная акула, которая открыла новую страницу боевого вертолетостроения. 7 апреля Люберчанину исполнилось 88 лет. Накануне дня рождения наша съемочная группа побывала у него в гостях. Когда ты еще курсант, то ты еще летаешь. Простые вещи выполняешь, а готовишься к сложным все время. В полете все время надо мозгами бежать впереди самого себя. Николай Бездетнов родился на Урале. Мама работала бухгалтером, отец преподавал физику и математику в школе. Любовь к точным наукам передалась и мальчику. Научился удерживать в голове довольно длинные логические цепи. Когда что-то ты продумываешь, и когда до конца ты решений этого не видишь, элементов не хватает, значит, ищешь их, останавливаешься. Время проходит, появились новые данные, ты продолжаешь эту логическую. То есть это в работе, мне в летной работе, особенно воспитателям, помогло очень сильно. Курсантом военно-авиационной школы первоначального обучения летчиков он освоил учебно-тренировочный самолет Як-18 и бомбардировщик Ил-28. Когда окончил авиационное училище, ему предложили летные испытания самолетов. Сначала Николай Бездетнов покорил Ми-4, а вскоре ему поддались все винтокрылые машины конструкторского бюро Камова, начиная с вертолета К-15. Я когда начал осваивать эти вертолеты, не очень устойчивые были, но очень маневренные там. И у меня много было таких пилотажных моментов, освоенных, которые я сам потихонечку достал. Там у нас лопасти, были случаи схлёстывания, я над этим очень много работал. Прежде чем выполнять задачу, я себе это представлял, суть эту проигрывал, так сказать, а потом шёл выполнять. Николай Бездетнов испытывал вертолёты в самых непростых погодных условиях. Только представьте, Арктика, ночь и качающаяся палуба ледокола. Туман с нулевой официальной видимостью. До 100 метров я дошёл, а всё равно ничего не видно. Мне штурман на Глиссаде рассказал, что дальность меньше, меньше, меньше. 100, потом 80, 70, 60, 50, я где-то метров с 30, это ореол прожектора. Вертолёт приземлился чётко на посадочную полосу. Испытания летательного аппарата в ночное время среди дрейфующего льда продлились три месяца. Поставленные задачи были выполнены. За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Николаю Бездетнову присвоили звание Героя Советского Союза. «Настоящие герои. Те, кто летит и не знает, вернётся он или нет. Но я так, не умел и не любил там. И была возможность мне это дело изменить. Присвоили там, конечно, это звание за невероятные вещи, которые повторить за мной никто ещё не повторил. По мнению, что это невозможно повторить». Главное, считает Николай Павлович, осмыслить перспективу полёта. Ему покорились более 10 типов вертолётов. А 40 лет назад, в июле 1982-го, он поднял в небо знаменитую чёрную акулу. «При мне же всё это росло, двигатель увеличился, мощность, устойчивость. Вот и всё, что обещал Камов, всё, в конце концов, получилось. Он стал проще мотоцикла. Вот если бы ты захотел полетать, сел, полетел, прилетел, сел бы, и ничего бы с тобой не случилось. Вот ни на одном вертолёте в мире ты этого не сделаешь». В Люберцах семья героя живёт больше 60 лет. Для Николая Бездетного-младшего, Николай Павлович, пример во всём. «Я сомневаюсь, что я стану лётчиком, потому что это очень сложная работа. И я не думаю, что я потяну. Мой дедушка – это особенный человек с точки зрения опыта, потому что он провёл очень большое количество времени в полётах. И, в принципе, очень развитый человек с точки зрения математики, понимания этого мира. И поэтому я им очень благодарен за то, что он сейчас передаёт нам этот опыт. И вообще всем пытается его передать». Николай Павлович посвятил вертолётам всю свою жизнь. За время работы в опытном конструкторском бюро имени Камова выполнил около 10 тысяч полётов с общим налётом 3200 часов. Сегодня в Люберецком округе живёт один герой Советского Союза. И это заслуженный лётчик-испытатель СССР Николай Бездетнов. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберецкой центральной библиотеке имени Есенина прошёл музыкально-поэтический вечер Александра Гаджиева. Прозвучали авторские произведения и песни, написанные на стихи его друзей, многие из которых в этот день были на сцене и в зале. Творческий вечер Александр Гаджиев приурочил к своему 55-летию. Складывать слова в рифму он начал ещё в школе. За славой, как и за количеством стихов, никогда не гнался. Карандаш и бумагу может не брать в руки неделями. Потом оно как-то само вырастало. Я понял, что это как сезоны года, зима, всё застывает. А потом весной набирает силу, поэтому и весна в душе, она как-то в своё время в своих биоритмах набирает силу, всё приходит. Секрет его творческого успеха – не стоять на месте и много работать. Результат будет того стоить. Вот идёт человек, на плечах голова, В ней планета, и двор, и трава, и дрова, Миллионы вещей, а вокруг зеркала, Но его непрозрачны слова и дела. В зале аншлаг. И ни одного случайного человека. Это друзья, соавторы и почитатели творчества юбиляра. Он обладает потрясающими человеческими качествами, такими как порядочность, честность и человеколюбие. Мы гордимся, что мы являемся его друзьями. Он очень талантливый и замечательный музыкант. Сказать ему своё уважение, своё восхищение его талантом. И вообще пожелать ему всего самого-самого доброго и самого лучшего. Да, ну, полностью присоединяюсь. Да, Александр наш земляк из Малаховки, А Ирина из Раменского. У них замечательный ансамбль «Радуга» Малаховско-Раменский. Уже много лет существует. Они прекрасно поют на голоса. Александр Гаджиев родился в республике Коми. В Малаховке живёт почти 40 лет. За это время он написал более 200 песен. И многие стали народными. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В спортивном комплексе «Триумф» прошли открытый чемпионат и первенство городского округа Люберцы по тэквондо, а также детско-юношеский фестиваль «Дружба». За соревнованиями наблюдал наш корреспондент. 13-летний спортсмен из Беларуси Дмитрий Новицкий занимается тэквондо 6 лет. У него первый взрослый разряд. Претендует на звание кандидата в мастера спорта. Это красивый вид спорта, и мне нравится им заниматься. В этом виде спорта вообще мне больше всего нравится, как выступают россияне и корейцы. У них очень красивый вид боя, и они борются до конца. Спортсмен должен защитить слабого и всегда прийти на помощь человеку, который находится в беде. Более 70 спортсменов из соседней республики приехали на турнир. Соревнования приурочены ко дню единения народов России и Белоруссии. Мне очень приятно, что эта дата не проходит мимо среди тех людей, которые выросли в Советском Союзе. Спорт – это, наверное, та объединяющая сила, которая объединяет все народы. Приехали участники соревнований из Белоруссии при поддержке благотворительного фонда абсолютной чемпионки мира по боксу Натальи Рогозиной. Спорт, здоровье, жизнь. Хотим поблагодарить отдельно нашего федерального спорта, специализированный застройщик и киноцентр, благодаря которому нам удалось привезти белорусских спортсменов. Пусть сегодня победит дружба. Спорт не только укрепляет здоровье и дружбу, но и вдохновляет. Режиссер, сценарист, актер театра и кино Александр Кулямин пообещал снять фильм про Тэквондо. Я совсем недавно познакомился с Тэквондо и с большой радостью, с таким трепетом, сливил за победой этого вида спорта в прошлом году на Олимпиаде. Такой красивый вид спорта. Он достоин того, чтобы снять на него красивое кино. И мы сделаем это. И увидимся со всеми с вами на премьере. В соревновании приняло участие более 500 спортсменов из Иваново, Калуги, Казани, Москвы, Московской области и Республики Беларусь. Люберецкий округ представили 123 спортсмена. Луиза Игиазарян, Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян провел физкультурный мастер-класс для воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва округа. Мероприятие состоялось при поддержке партии «Единая Россия». Подробнее в нашем сюжете. За достижения в спорте, за хорошее завершение лыжного сезона хочу поздравить его, вручив ему спортивный инвентарь. Как бы величайший спортсмен на губке мира выступает на таких же лыжах. Зарядка со звездой началась с награждения люберецкого спортсмена Артема Баркова. Это уже пятый лыжный комплект в его спортивной коллекции. В свои 15 лет Артем выполнил разряд кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам и одержал победу на первенстве России. Была в 2014 году у нас алимпиада в России. Наши лыжники там достойно очень выступили. И вдохновило. И подхватил их. Тоже выступаю. Тоже бегаю. Лет 8 уже. Пол жизни. Больше даже. Звездой спортивного мастер-класса выступил заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян. Он многим известен как русский халк. Атлет является рекордсменом мира по силовым номерам. Я сделал акцент на правильность выполнения упражнений. А как это лучше делать, как это правильно сделать, как человек, который имеет довольно-таки приличный опыт занятий спортом. Для обывателя как минимум 2-3 раза в неделю. Не менее того, профессионал занимается до 5 раз в неделю. Сергей выполнил с ребятами основные упражнения на все группы мышц, а также продемонстрировал рывок и толчок гири. Особенно школьников впечатлили сгибание сковороды и взрыв грелки. Данное мероприятие нацелено в первую очередь, чтобы в период каникул ребят вытянуть из дома, нагрузить их активными двигательными действиями, чтобы они не сидели за телевизорами, не тухли за телефонами, чтобы занимались спортом и вели здоровый образ жизни. Тренировка прошла в рамках проекта «Детский спорт», организованного партией «Единая Россия». Около 50 учеников спортивной школы Олимпийского резерва приняло в ней участие. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На стадионе «Урожай» открыли секцию «Самбо для детей». В Томилино ждали этого давно. Теперь у юных жителей поселка появилась возможность заниматься единоборством в шаговой доступности от дома. Это первые занятия в новом зале. Ребят пока немного, но скоро здесь сформируют полноценную группу. Станислава Борисенко родители привели в секцию «Самбо» три года назад. Дорога до спортивной школы занимала не менее получаса. Раньше приходилось ездить в Люберцы на занятия, теперь здесь намного удобнее, моего дома недалеко. В округе проводят большую работу по популяризации «Самбо». Осенью 2017 года глава Люберец Владимир Ружицкий и президент Всероссийской Федерации «Самбо» Сергей Елисеев подписали меморандум о развитии этого вида спортивного единоборства на территории муниципалитета. Мастер спорта России Ян Зиновкин помнит начало 2000-х. В Люберцах секции «Самбо» не было, но тренировки приходилось ездить в соседний город. Спасибо дирекции спортивных сооружений Федерации городского округа «Самбо» за то, что предоставили нам такую возможность развивать самбо в городском округе Люберцах. Сейчас ведем набор мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет. Также у нас есть общеразвивающие группы. В округе работают 12 отделений. В них тренируются почти 550 человек. Всего в Люберцах в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу». Этим спортом занимаются более 3000 мальчишек и девчонок. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания.